друзья всем привет снова с вами я и сегодня я буду как известный блогер михалыч с вот таким вот микрофоном потому что я тупо забыл все оборудование в москве но как вы понимаете осень просто беспощадные нам нельзя терять время поэтому мы будем снимать вот в таких вот полевых условиях а сегодня я продолжаю наш большой рассказ про велосипед каньон которым я уже владею более месяца то есть я уже спустя какое-то время имея свое определенное мнение по поводу этого велосипеда даже несмотря на то что я выпал на неделю полторы из-за болезни поездок и так далее и первое с чего бы я бы хотел начать это то что все же олимпийский кросс-кантри это спорт для настоящих коней то есть тут нужно быть не просто выносливым а еще физически мощным то есть обладать какой-то знаете такой мышечной взрывной силы как спринтеры я не могу сказать что я в какой-то плохой физической форме это абсолютно не так но тем не менее для того чтобы велосипед соответствовал мне и моим возможностям мне нужно немножко подтянуться к нему и скажем так прибавить вот в эту вот силовой мощности далее мы переходим к компонентам и по ним у меня нет вообще никаких претензий но разве что можно было поставить двойник спереди да это конечно в современных реалиях просто один большой угар но я надеюсь что кто-нибудь из производителей когда-нибудь поймет что можно бы вернуться к этой самой моде двойника спереди потому что это объективно удобно особенно в кросс-кантри когда ты постоянно залетаешь вверх вниз то есть это просто перманентное состояние резкие спуски вниз резки набора наверх и так далее и тут двойник просто был бы как мана небесная то есть как я катался на своем предыдущем канонделе на котором аж тройник спереди но это я считаю кстати излишество то есть сзади у меня был диапазон переключения скоростей буквально 1-4 но я постоянно манипулировал между маленькой и средней звездой спереди для того чтобы забираться в те самые горочки то есть я ехал на определенной скорости потом вижу вот такую какую-нибудь резкую горку наверх бабах перекидывал звезду спереди на самую маленькую и забирался на любую из горок потом когда забрался соответственно обратно закидывал на среднюю звезду и ехал дальше очень удобно безусловно для профессионалов такой вариант не очень подходит но для любителей это просто класс но теперь давайте ребят про самое главное потому что я до сих пор не могу привыкнуть к 29 колесам и к таким широким покрышкам на этом велосипеде вы можете мне сказать что я тупо не шарю или что-то не понимаю так далее но ребят я специально катался на каньоне целый месяц чтобы привыкнуть к этому велосипеду и чтобы другие велосипеды у меня не попадали в поле зрения и я конечно же чувствую все эти плюсы 29 колес они очевидны то есть это например боковая поворачиваемость то есть велосипед себя ведет довольно стабильно а также фронтальная проходимость то есть велосипеду вообще пофиг что находится под колесами он просто как танк едет вперед но двадцать девятых колес есть определенные минусы и я начну с реакционной поворачиваемости то есть это тот самый момент когда нужно достаточно динамично управлять велосипедом в поворотах причем достаточно редких то есть там какие-нибудь корни камни и так далее под вашими колесами и вам нужно не наезжать на них а именно объезжать для того чтобы не терять скорость и 29 колеса с этой точки зрения мне кажется сильно проигрывают 27 26 колесам но самым главным моментом для меня про который вообще мало кто говорит это ускорение и да поскольку 26 колеса меньше по диаметру силу которую нужно преподнести для того чтобы разогнать эти самые колеса нужно меньше вы наверняка оказывали ситуации когда вам нужно немножко ускориться на велосипеде когда вы находитесь динамики в лесу то есть это например сделать пол оборота 1-2 оборота педалями и поехать дальше чтобы буквально немножко ускориться так вот на 26 или на 27 колесах это сделать крайне легко когда на 29 каждый раз это приложение какого-то усилия и вы меня спросите а как-то вообще все это понял когда ты ездил на каньоне целый месяц не слезая то есть тебе по сути не с чем сравнивать но друзья у меня появился новый велосипед который очень неплох для данного сравнения сейчас покажу и да друзья это спешилась там джампер про 2011 года это трейловый двухподвес с ходами 140 спереди и сзади на классной алюминиевой раме m5 когда мой каньон это геометрический кросс-кантри с ходами 100 и 100 спереди и сзади повесу эти велосипеды прямо скажем одинаковые оба весят около 13 килограмм плюс минус 100 200 грамм и я понял что с появлением даже трейлового велосипеда который на самом деле геометрически достаточно сильно отличается от кросс-контриного я не могу их просто не сравнить потому что здесь на самом деле есть что сравнивать то есть на одном двадцать шестые колеса на другом двадцать девятые но здесь ходов 140 а здесь 100 и геометрически они конечно отличаются здесь более короткий рич а здесь он более длинный поэтому я не могу не оставить наш вот этот вот любимый тестовый дачный маршрут равным 20 километрам чтобы сказать свое впечатление о данном велосипеде сравнение с этим потому что вот сейчас у меня очень очень сильное впечатление от каньона от этого никакого потому что я на нем тупо тестово прокатился буквально там один час вчера и тут будет понятно насколько этот велосипед будет проигрывать по времени тому потому что ну как ни крути трейловый велосипед он реально медленней но тут как раз таки интереснее конечное впечатление нежели чем время поэтому погнали как раз таки интереснее конечное время и вот и и и и и и Кукура, кукура, кукуру! Кукура, кукура, кукуру! Кукура, кукуру! И что здесь можно однозначно сказать? Что все же велосипеды немножко разные. То есть у меня на данный момент есть теперь полная палитра того, что я хотел плюс-минус протестировать, кроме карбонового кросс-контрейного хардтейла. То есть в моем портфолио есть алюминиевый кросс-контрейный хардтейл, карбоновый кросс-контрейный двухподвес. И также трейловый двухподвес, причем здесь особо не важно, это алюминий или карбон. Так вот, для меня трейловый велосипед не моя история, потому что он чрезмерно комфортный, чрезмерно такой, знаете, фановый. Я все же люблю кататься немножко в более серьезных и жестких условиях. То есть я теперь однозначно понял, что для меня ходов 100-120 мм просто выше крыши. Больше мне не нужно. Затем я еще понял то, что геометрически мне тоже нравится кросс-контрейный велосипед больше, чем трейловый, потому что он, скажем так, более крейсерский что ли. Ну то есть он более длинный, более проходимый вертикально, то есть это более для меня совершенный велосипед. Этот байк классно выдергивать, на нем прикольненько прыгать на каких-то уступчиках и так далее, но опять же, это не совсем моя история. Вот, но что я могу сказать однозначно, что 26-е колеса до сих пор у меня вызывает просто какой-то детский трепет. Не знаю, вот, ребят, это маркетинг, не маркетинг, но, в общем, это настоящее веселье, на мой взгляд. 29-ки, особенно на таких широких покрышках, это чисто танковая история. И я даже не знаю, это, по-моему, перебор. То есть я бы сюда поставил покрышки чуть поуже, чтобы он чувствовал себя более, скажем так, скоростным велосипедом. Ну и вообще, я начинаю понимать то, что мне действительно нужно попробовать карбоновый кросс-контрейный хардтейл, а не двухподвес, для того, чтобы создать вот эту вот самую финальную картинку, потому что что-то интуиция мне подсказывает, что мне нужен именно такой велосипед. Поэтому вы давненько не участвовали в проектах канала Спортруппера, и я вам предлагаю сделать свой вклад и предоставить мне на тестовый заезд карбоновый кросс-контрейный хардтейл, у кого он есть в распоряжении, недостаточно старый. Соответственно, мне нужен размер либо 20-й, либо 22-й, то есть L или XL. М-ка, наверное, мне все же будет маловато, равным счетом, как и эска, это вообще 100%. Я вам буду, как вы знаете, достаточно благодарен, за мной никогда не застоится, я достаточно отзывчив к любому содействию нашему каналу. Поэтому едем дальше, это был второй выпуск про каньон, очевидно, что будет третий. Посмотрим, что будет дальше. Не все так однозначно. Погнали! Продолжение следует...